Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Благополучный исход. Всех пострадавших при обрушении стены на Арцебушевской выписали из больницы. Виновные наказаны. В Самарском ТТУ закончили расследование причин аварии трамвая у Апельсина. Самая жаркая весна за 70 лет. Чем грозит такое раннее потепление? Двое пострадавших, которые попали в больницы после обрушения стены дома на улице Арцебушевской, выписаны. Сейчас состояние здоровья пациентов не внушает опасений. Напомню, что в 9 часу вечера 3 марта в Ленинском районе обрушилась кирпичная стена двухэтажного дома номер 126 по улице Арцебушевской. Часть стены упала на рядом стоящее одноэтажное строение, в котором в этот момент находились 12 человек. Обошлось без жертв, но в Самарскую городскую клиническую больницу номер 1 имени Пирогова положили 54-летнюю женщину. Из здания эвакуировали 10 человек, в том числе 4 детей. Все они остановились у родственников. По предварительным данным, обрушение случилось из-за ветхости строения. Дом был возведен еще в 1917 году. По информации мэрии, здание еще в 2011 году признали аварийным. Три помещения приватизированы и одно в муниципальной собственности. Жильцы муниципальной квартиры согласились на переезд в микрорайон Волгарь. Частники же в Куйбышевский район города перебираться отказались. Сейчас идет процедура изъятия помещений. Дом номер 128, на который упали обломки стены, находится в частной собственности. Власти связались с его владельцем для принятия дальнейшего решения о судьбе здания. Между тем, по факту обрушения стены дома в Самаре возбуждено уголовное дело. В рамках расследования назначена строительно-техническая экспертиза. Увольнение и выговоры. В Самарском ТТУ закончили расследование причин, приведших к крушению трамвая у торгового центра «Апельсин». В комиссию, которая занималась разбирательством причин резонансной аварии, вошли технические специалисты муниципального предприятия, а также заместитель руководителя Дептранса. Как рассказал руководитель ТТУ Михаил Ефремов, трамвай был выпущен на линию в неисправном состоянии. Должностные лица не выполнили необходимые регламенты. Часть вины есть и на водителе вагона. При обнаружении на линии технической неисправности она должна была вызвать аварийно-восстановительную службу. Вместо этого она попыталась разобраться самостоятельно, и это чуть не привело к трагедии. Хорошо, что перед этим она высадила пассажиров из салона. Принято ей административное решение. Главному инженеру трамвайно-троллейбусного управления объявлен строгий выговор, и он лишен премии. Руководитель Северного Депо, в котором числился неисправный вагон, уволен. Ряду других работников Депо также объявлены выговоры. Кроме того, теперь главный инженер ТТУ будет еженедельно выезжать в вагонно-ремонтные мастерские, общаться напрямую с мастерами, чтобы было понимание, какие есть проблемы. Напомним, 27 февраля трамвайный вагон на полной скорости сошел с рельсов в районе торгового центра «Апельсин». В результате падения он повредил несколько машин, стоявших недалеко от путей. Момент крушения в вагоне не было ни вожатого, ни пассажиров, поэтому инцидент обошелся без пострадавших. Тепло пришло на месяц раньше. В Самаре побит температурный рекорд 1936 года. В начале марта синоптики зафиксировали аномально теплую погоду в девяти населенных пунктах. Каких сюрпризов от небесной канцелярии ждать в ближайшее время, и чем грозит такая ранняя весна, разбиралась Лариса Шлафаст. Погода в этом году самарцев теплом радует. Столбики термометров днем стабильно показывают плюс 10 градусов. Горожане признаются, такая ранняя весна им по душе. Непривычно, да, конечно, пугает немного. Настроение отличное, да. Лучше так, чем хмурое небо. Наоборот радуется. А то это у нас зима по полгода, весна теперь дольше будет на месяц. После аномально теплой зимы погода продолжает сходить с ума, и весна настала намного раньше. Синоптики говорят, такого теплого марта в Самаре не было за всю историю наблюдений. Последние данные с примерными показателями фиксировались аж в 1936 году. Аномально теплую погоду зафиксировали в девяти населенных пунктах региона. Температурный режим, который мы сейчас, вот первые десятидневки марта закончились, и температурный режим напоминает нам температуры, которые должны быть в первой декаде апреля. То есть температура идет, температурные показатели идут на месяц раньше обычных сроков. Такое раннее потепление может быть опасно. После волны тепла обычно в марте идет холод. И растения, которые проснувшись набирают силу, могут просто погибнуть. Как ранняя весна влияет на цветы и деревья, мы решили выяснить в одной из старейших оранжерей страны. Например, это орхидея. Чувствует себя вполне комфортно и давно цветет. Что можно сказать по поводу других растений, мы решили выяснить у специалистов. В оранжерее ботанического сада Самарского университета почти тысячи видов растений. Здесь им комфортно круглый год. Специалисты мониторят их состояние и говорят, что растения уже проснулись после зимы. Массина, генеративные почки полопались, начинает скоро она. Еще день-два такого тепла, и она распустит сережки. За ней лещина, береза, ольха. И все, немного падя. Если на следующей неделе похолодание обещают, если будет серьезное похолодание, то, скорее всего, косточковые, все цветочные почки погибнут. И у нас не будет, или очень мало будет абрикосов, вишни, сливы. Важно помнить, что вместе с растениями уже проснулись и клещи. Поэтому, отправляясь в лес, стоит быть особенно внимательными. Кстати, не только к себе, но и к природе. Вовремя незатушенный костер или брошенный окурок могут стать причиной пожара. И чтобы не устроить на территории региона маленькую Австралию, не спалить пару гектаров леса и соседнюю деревню, нужно соблюдать элементарные правила безопасности. То, что касается, например, тачных участков, необходимо также просто внимательно смотреть, что называется, по сторонам. И в случае какой-то угрозы появился дым, уже увидели огонь. Незамедлительно сообщать об этом в пожарную охрану. Ну и, что называется, всем миром стараться, чтобы этого распространения огня не было. Температурные качели могут стать причиной обострения хронических заболеваний. Медики советуют особенно внимательно относиться к своему здоровью, не переутомляться и не прибегать к экстремальным диетам. Если были планы сбросить вес, были планы начать заниматься спортом, были планы позакаливать, все отлично. Мы целиком это поддерживаем, вот только не сейчас. Вот это нужно было делать или пораньше, или теперь же летом. Сейчас нужно очень спокойно, полноценно питаться, обязательно разнообразно. Недопустимо никакие резуцированные диеты, с исключением отдельных классов продуктов. Это еще усугубит самочувствие. И физические нагрузки – это разумная, по сути дела, ходьба. По прогнозам синоптиков, похолодание все-таки еще вернется. С 14-го числа по территории региона пройдет холодный фронт. Днем столбик термометра опустится до минус трех. Поэтому теплые вещи убирать пока рано. Лариса Шлафаст, Николай Сидоров, События. Вырошение снега и уборка территорий. В железнодорожном районе Самары начались сезоны работы по благоустройству. Традиционный городской месячник начинается в этом году раньше обычного – 16 марта – по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Это связано с ранней весной. Глава Самары Елена Лапушкина поручила всем службам благоустройства справиться с актуальными задачами в кратчайшие сроки и согласно скорректированным графиком. Подробнее – Мэри Элчан. Не оставить зиме шансов. В борьбу за наступление весны вступили коммунальные службы железнодорожного района Самары. Дворники убирают налить и мусор, который скрывал снег всю зиму. Район приводит в порядок порядка ста человек от управляющих компаний. В помощь им пять единиц спецтехники. Погода в этом году сделала свои коррективы. Имеющий благоустройство у нас стартует на две недели раньше, чем в прошлом году. Естественно, теплая весна ранее нам в этом плане помогла, конечно. Жители, которые готовы внести свою лепту в преображение города, могут получить нужный инвентарь в обслуживающих организациях и в районной администрации. Все хорошо. Убирается все. Везде чистенько. Вокруг дома все так приятно. Всего в Самаре приведут в порядок больше пяти тысяч гектаров земли. Это парки, сады, скверы, бульвары и площади. За каждым районом закреплены кураторы, которые и будут в ответе за уборку. Только на территории железнодорожного района запланировано шесть средников и столько же субботников. Мэри Илчан Василий Колдашов. События. Градус за окном все выше. Лето не за горами. А значит, самое время подумать о развлекательной программе. Проект «Культурное сердце России» позволяет самарцам самим выбирать мероприятия, которые пройдут в городе летом. Сейчас стартовал первый этап проекта. Опрос жителей. Каким самарцы видят летний сезон 2020, узнала Мария Левина. Побольше концертов, да и танцев можно. Каким будет досуг этим летом, в Самаре выбирают сами жители. Для этого они проходят опрос по проекту «Культурное сердце России». Программа мероприятий будет составляться исключительно из пожеланий горожан. Как вы обычно проводите свое свободное время? Проводим. Гуляем по Самаре. Анна Кравец – волонтер российских студенческих отрядов. В числе активистов мечтала оказаться с первого курса университета. Самарона приехала из Канты-Мансийска учиться на социолога. Я хочу здесь жить, потому что здесь и лето теплее, и возможностей больше. Бесспорно, больше возможностей, поскольку таких мероприятий, различных секций нет в моем городе, поскольку он маленький. А у вас здесь как-то город-миллионник. А вот о диету Джесси к теплому лету не привыкать. Парень с афроамериканскими корнями родился во Франции. Объездил уже 24 города в России. Он называет себя человеком мира. Самару порекомендовали друзья, рассказали, люди здесь доброжелательные и открытые. О диету приехал и не пожалел. Нашел специальность по душе, информационную безопасность. Сейчас рассуждают, чего еще не хватает в Самаре, чтобы летом было жарко не только по прогнозу погоды. Для этого волонтеры уже сейчас приступили к опросу жителей, чтобы узнать, как они видят идеальное лето в любимом городе. Хотелось бы видеть и концертных площадок, и мастер-классов, и каких-то мероприятий, в которых можно было принять участие самостоятельно. А реализовать все задуманное поможет проект «Культурное сердце России». В Самаре он проходит второй раз по поручению губернатора Дмитрия Азарова. В прошлом году он продлился с июня по октябрь. По вечерам проходили живые концерты на набережной и в парках, а также мастер-классы. Всего около 500 развлечений, участие в которых приняли свыше 200 тысяч человек. Лето в Самаре должно быть теплое, насыщенное какой-то активной жизнью, деятельностью, молодежью, всякими концертами, праздниками. Такие опросы будут проходить каждый день в разных районах Самары до 16 марта. Список пунктов анкетирования, где можно поделиться своим мнением и пожеланиями, опубликован на сайте областного министерства культуры. Мария Левина, Максим Гусев, События. Масштабные проекты только набирают обороты, а их результаты заметны уже сейчас. Глава Самары Елена Лапушкина провела большое совещание с директорами самарских школ, на котором обсудили реализацию национальных проектов «Демография и образование». Подробнее Елена Малютина. Каждый самарский ребенок от 5 до 18 лет сможет бесплатно заниматься в секциях и кружках. Право на это дает сертификат на дополнительное образование. Для родителей запустили специальный навигатор, чтобы им было проще определиться, куда вести своих детей. Это стало возможным благодаря реализации региональной программы «Успех каждого ребенка», который является частью национального проекта «Образование». В этом году в Самаре появятся новые места в детских дошкольных учреждениях. Откроют двери три детсада. Будут организованы ясельные группы в пяти помещениях, расположенных в жилых домах. Двум зданиям предстоит реконструкция. В городском департаменте образования обсуждает возможность пристройки корпусов детских садов к школам. За каждой цифрой стоят не проценты, а люди. За каждой цифрой стоят наши ясельные воспитанники, наши детские сады, наши новые учреждения, наше новое оборудование. Поэтому, чем вы ближе сами восприняйте эту тему национальных проектов, тем, наверное, и наши с вами родители будут теплее к нам относиться. Еще одна приоритетная задача нацпроектов – это оздоровление школьников летом. В июне откроют свои двери 192 лагеря дневного пребывания. В них отдохнут почти 15 тысяч детей. Дети не только здесь оздоровлялись, но, конечно же, они еще достигали основы ликвистики. Ликвистики – это английский язык, немецкий, французский язык. Это все по увлекательной форме. Мы считаем, что вот эта смена нам удалась и надеемся продолжить в этом году. Без внимания не оставят и волонтеров. Городские власти на развитие юнормейского добровольческого движения из бюджета выделили более 3,5 миллионов рублей. Кроме того, в Самаре до 24 апреля будет проходить городской интернет-фестиваль «Конкурс школьных хоров». Не смолкнет слава тех великих лет, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Принять в нем участие может каждый. Елена Малюцина, Николай Епифанов, Григорий Плешаков. События. Главам городов и районов Самарской области Роспотребнадзор рекомендует ограничить массовые мероприятия. Такие меры вызваны с тем, что со 2 по 8 марта заболеваемость ОРВИ и гриппом превышает эпидемический порог более чем на 28,5%. А число госпитализированных увеличилось почти на 16%. При этом чаще всего в регионе заболевают свиным гриппом. В связи с этим главный государственный санитарный врач Самарской области Светлана Архипова издала постановление о введении дополнительных ограничений. Это коснется и детских образовательных учреждений. Их руководителям рекомендовано отменить кабинетную систему образования, ограничить проведение массовых мероприятий, обеспечить соблюдение масочного режима и принимать решение о приостановлении учебного процесса, досрочном распуске школьников на каникулы или их продлении, в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей. Трансляция уникального опыта работы преподавателей 63-го региона и создания профессиональной среды. В Самаре прошла научно-практическая конференция образовательных учреждений сферы искусств и культуры. Мэри Илчан расскажет подробнее. Краеведческий листок. Так называется мультимедийный издательский проект, который разработали ученики Тольяттинского лицея искусств вместе с педагогами. Он рассказывает как о значимых местах Автограда, так и Самары и Сызрани. Инна Бурая – редактор издания. Сегодня на научно-практическую конференцию она приехала, чтобы поделиться опытом и послушать коллег. Это интеллектуально-творческое развитие ребенка. То есть это проект, который имеет начало для ребенка. Все этапы он проходит и он видит итог. Не в какой-то отдаленной перспективе, а совершенно в конкретной, близкой. Оно у нас выходит каждый месяц. Главная цель – изучить опыт профессиональной работы преподавателей, ученых, мастеров искусств и разработать стратегию продвижения художественного образования. В конференции приняли участие педагоги учебных заведений сферы культуры. То трехуровневое художественное образование в России до сих пор остается в приоритете. И это очень важно, потому что взаимодействие школа, училища, вуз культуры и искусства, наверное, это одно из самых замечательных достижений в сфере российского образования в целом. Интерес к такому формату работы, численности, географии участников растут год от года, отмечают организаторы. В Екатеринбурге будет большой форум, связанный как раз с обменом опытом методических служб регионального уровня. Я думаю, что нам тоже будет что рассказать. И вот эта конференция, она как раз предвестник последующих таких крупных событий. Конференцию приурочили сразу к двум знаменательным датам. 45-летию со дня основания Самарской областной методической службы в сфере художественного образования, а также к 15-летию Агентства социокультурных технологий. Мэр Елчан, Василий Калдашов, События. Как увеличить выручку и сократить издержки на предприятии? Сотрудники одного из самарских заводов рассказали о реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», который инициировал президент России Владимир Путин. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Открыли новый корпус, увеличили производительность труда, сократили издержки и навели порядок на рабочих местах. Сотрудники одного из самарских предприятий подвели итоги шестимесячной работы по нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости», который инициировал президент России Владимир Путин. Руководителям и простым сотрудникам завода помогали представители регионального центра компетенций. «Мы достигли всех наших целевых показателей. Команда хорошо поработала. Удалось реализовать все задуманные мероприятия, краткосрочные, которые мы могли реализовать в течение этого периода». Сейчас на предприятии работают не только люди, но и роботы. Благодаря современным технологиям на заводе постоянно наращивают объемы выпускаемой продукции. «Например, это оборудование, которое находится за моей спиной, полностью автоматизировано. Здесь изготавливают прокладки для электрокабеля. А этот огромный станок приехал на завод из Италии. С его помощью специалисты предприятия будут выпускать в два с половиной раза больше основной продукции». По словам руководителей предприятия, сотрудники регионального центра компетенций смогли сократить время перемещения продукции по заводу. «Выменьшение перемещения способствует тому, что быстрее поступает продукция на рабочие места, соответственно, также быстрее происходит выпуск продукции. То есть, если на 35% уменьшилось количество перемещений, то, соответственно, и быстрее стала производиться продукция». В будущем для предприятия закупят еще одну партию современного оборудования. К 2024 году производительность труда должна вырасти как минимум на 20%. Анатолий Головко, Константин Головин. События. «Когда искусство становится оружием». В Самаре открылась выставка, посвященная художникам, поэтам и журналистам Великой Отечественной. С их письмами и работами познакомился наш корреспондент. «Замечательно, изумительно, так реально, правдиво, так и рисуются картины перед глазами. Пишите еще, не стесняйтесь. Это письмо фронтовики послали поэту и журналисту Александру Твардовскому после того, как услышали главы из его поэмы Василий Теркин. Отрывки из этого произведения солдаты часто читали в перерывах между боями. Копию их письма представили на выставке «Баллада о войне и победе». Она открылась на площадке «Горький центр». Основная ее тема – искусство в годы Великой Отечественной. «Искусство здесь и в целом выставка, они очень живы. То есть здесь подчеркивается дух народа, здесь подчеркивается жизнь каждого из фронтовиков». Выставка создана на основе фондов Государственного литературного музея имени Дали, Третьяковской галереи, музея и кино. В экспозиции – письма и фотографии художников, поэтов, журналистов, их работ, созданные в военные годы. Язык искусства тогда тоже был оружием, а личные впечатления авторов – его материалом. Прообразом героини известного плаката «Родина-мать зовет» художника Ираклии Таиды стала его жена Тамара. В июне 41-го года она распахнула дверь его мастерской со страшной новостью – война. Пораженный выражением лица жены художник сразу же сделал этот рисунок. В дальнейшем можно привезти сюда детей, чтобы показать им, ознакомить действительно с достоверными документами, афишами, которые, собственно, бедны на выставке очень хорошо. Наглядность – это самое лучшее, что может быть для учащегося. Приятно не посмотреть, узнать, вспомнить. Ну, я сейчас воевал, понимаете, и он мне рассказывал о этой войне. Посмотреть, каким было искусство в военные годы, можно будет до 23 апреля. Олег Зверев, Семен Безгинов, Николай Епифанов. События. Итальянский джаз на самарской сцене. В Самаре выступил джаз-бенд «Сатаяма». Коллективу 7 лет. Музыканты выступали с известными зарубежными артистами. На концерте побывал наш корреспондент. На сцене итальянский джаз-бенд с японским названием «Сат-Ояма», который означает «баланс между природой и цивилизацией». Музыка, которую играют итальянцы, это как раз поиск этого равновесия. Последний альбом полностью посвящен экологическим проблемам. С ним они приехали впервые в Россию, в большой гастрольный тур от Москвы до Владивостока. Сегодня джазисты выступают в Самаре. Поскольку мы обычные люди, как и все, мы хотим в своей музыке показать людям эти экологические проблемы, не умалчивать о них, потому что все мы люди, и в конце концов всем придется иметь с этим дело. Музыканты «Сатаяма» играют не классически привычные слушателю джаз. В свои произведения они включают рок-элементы. Музыканты говорят, каждую композицию они пишут неделями. У каждого из них разные творческие вкусы. Музыка позволяет им найти общий язык. Интересно тем, что, конечно же, делают авторский материал, очень интересный подход, интересная подача, находят новые средства выражения. Авторская музыка, она европейская, она вот этим и отличается. Это музыка, которая увлекает своим сюжетом, которой есть завязка, пик эмоций, и которая по своему завершению дает себе освобождение от того напряжения, которое создала. После гастрольного тура музыканты выпустят документальное кино о поездке. В нем будут и фрагменты выступлений, и интервью со слушателями. Елена Малютина, Семен Безгинов, Максим Гусев. События. Королевский цирк Гии Радзе приехал в Самару с новым шоу. Сотни артистов, животных и птиц. Грандиозная программа рассчитана на три часа с одним антрактом. Генеральную репетицию представления увидел Сергей Кизоркин. Цирк, эстрада и мюзикл. Гии Радзе привез в Самару новое шоу «Королевский цирк». Каждое действие на манеже – это мини-спектакль сочетания сложнейших трюков, дрессуры животных и птиц, невероятных образов артистов, авторской музыки и декораций, профессионального светового оформления и спецэффектов, необычного реквизита и эксклюзивных роскошных костюмов. Зрители попадут в сказку, обещают артисты «Королевского цирка». Сказка продлится три часа. Каждое представление уникально. Нет двух идентичных повторяющихся представлений. То есть это все равно живое искусство. Все равно каждый зритель это ощущает именно всеми клеточками даже кожи. Во-первых, да. Энергетика, обмен энергетикой, который происходит. Сначала мы дарим зрителю, потом зритель отдает нам в виде аплодисментов и тех эмоций, которые они выражают. Путешествие во времени и пространстве начнется с Королевского бала. Затем зрители увидят сказочную русскую зиму и знойную страстную Испанию. Окажутся в райском саду и побывают в римском колизее с гладиаторами. Удивлять искушенную публику будут канатоходцы, воздушные гимнасты, эквилибристы и жонглеры. И, конечно, клоуны. Всемирно известный дуэт «Вас и Стас». Все это и многое другое ждет самарцев в цирке Олега Попова. Премьера в субботу, 14 марта в 5 часов вечера. Шоу продлится до 19 апреля. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара Гис» на нашем сайте, его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Удачи вам. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»